Привет, дорогие друзья! Эта история началась еще год назад. Прошлый ковидный год. Мы провели здесь всю самоизоляцию. Здесь жили мы, дедушка наш, вся наша семья и семья Драгоновых. Мы очень много готовили в том году на казане. У меня есть мобильная печка, такая переносная, казан. Мы все это выносили во двор, на улицу и готовили. Но если помните, прошлое лето не удалось. Весна и лето. Было холодно, было много дождей. И приходилось готовить под открытым небом. Соответственно, все разожгли, пошел дождь. Очень неудобно. После чего Артем сказал, Лех, а нельзя ли что-нибудь придумать, чтобы нам готовить под крышей? Ну, нет ничего невозможного. Когда у нас есть веранда, я говорю, конечно, попробуем. И в этом году ковид продолжается, за границей вся закрыта. Мы отправили младшую в Крым на море. Старшенька у нас поступает в институт. А мы решили провести все лето на даче, потому что в том году мы в Крым съездили, в Карелию съездили. В Сочи совершенно не хочется. В общем, ехать в этом году решили никуда не ехать. И строить печку под казан на нашей даче, на веранде под крышей. Посмотрел YouTube-каналы разные особенности. Большое спасибо YouTube-каналу Пламя. И вот этими ручками я построил печку под казан. Вам сейчас покажу сразу. И вы увидите, что я построил. И если это не интересно вам, можете выключать. А если интересно, то дальше будет видео о том, как все это строилось поэтапно. Ну что ж, вот такая вот у меня получилась печка. Печка-столешница. Старый мангал, если помните, у меня чугунный. Он был здесь, он остался. Единственное, что я его заложил. Сделал новую дровницу. И на столешнице стоит чугунная моя конструкция, на которой мы жарим шашлыки. Увеличил немножко ширину. Теперь на этой части столешницы можно готовить. Можно что-то резать, подготавливать к мангалу. И не так много жира с мангала падает на пол. А с правой стороны печки у нас сделана раковина с водичкой. Очень удобно для того, чтобы сполоснуть руки, сполоснуть продукты, овощи, мясо. И такой выключатель называется локтевой. Очень удобно, когда руки грязные. Подошел так, локтем поднял. И все. И за раковиной получается большая часть столешницы. Примерно размером где-то 70 на 70. Для моющих срез, для досок. Поставить бутылочку, фужерчик. В общем, большая столешница за раковиной для хранения чего-либо. А в центральной части печки, то ради чего все это строилось. Плита, на которой готовится, будет разное вкусное блюдо. Царь плита. Размеры 60 на 60. А в середине такие вот блины, вынимающиеся. Диаметр самого большого блина 48 сантиметров. Это под казаны 18-22 литра. Я себе купил 18-литровый казан от фирмы Кукмара. И будем теперь наим готовить. Под плитой, соответственно, печка, топка и поддувало. Ну что же, дорогие мои подписчики и случайные зрители, вы уже увидели, как выглядит наша работа в финальной версии. Печечка для казана раковина. Все обложили кирпичиком красиво. Плиточка сверху. А теперь давайте начнем эту серию с того, как мы все это начинали и с чего вообще это все начиналось. Вот у нас был на нашей великой веранде, где вся наша тусовка происходит. У нас есть готовый мангал под крышей. То есть здесь мы готовим шашлыки. Но мои друзья захотели, чтобы здесь был еще у нас, назовем как он, казан-мангал. Печка для казана. Раньше у нас была такая выносная обычная металлическая печка. Мы, чтобы здесь ничего не спалить, выносили на плитку. Начинались дожди. И мы не получали кайф от готовки. Теперь наша цель сделать вот здесь печку. То есть здесь будет топка и, соответственно, сверху плита. И если останется место, вот здесь вот должна быть раковина. Но это сейчас я так предполагаю. То, что вы сейчас уже увидели, у меня пока это только здесь. И как это будет выглядеть на самом деле, я не знаю. И получится ли то, что я сейчас думаю, придет в то, что вы видели. Ну, то есть, точнее, от того, что я сейчас думаю. Придет, конечно, к тому, что вы уже увидели. Но я еще пока не знаю, что будет в итоге. Все делается впервые в жизни. Я весь этот комплекс назвал YouTube-печка. Потому что, как это делать, я посмотрю только в YouTube. И все. То есть, вот что, чему меня там научат, то я вам покажу. Видео совершенно, 100% это не обучающее. Это видео о том, как лично я, Лагзидин Алексеевич, построил себе печку для казана. Правильно, неправильно, можете обсуждать, можете не обсуждать. Никого не учу, никому не советую так делать. А может и посоветую. В общем, я буду делать вот так. Так, наш первый выезд за товарами, магазин, из чего мы будем делать нашу печку. Прогнозирую, что выездов таких еще будет, наверное, не один десяток. Как всегда, что-то надо будет подкупить, докупить, перекупить, поменять и прочее. Вот сейчас мы едем, самое главное, смотреть кирпич, смотреть смесь, на которую класть его. Будем подбирать уголки, арматурины. Большая проблема, где у нас в городе Клину тут будем покупать фасады, вот эти дверки, поддувало. Пока ничего не знаем. В общем, первый раз выехали. Наверное, начнем с магазина Леруа Мерлен. У нас вот в Клину открылся, там огромный выбор. Есть ли там в наличии, есть ли там доставка на дачу. Если что-то не так пойдет в Леруа Мерлен, то мы отправляемся на местные рынки. Ну, что мы купим и как мы купим, расскажу чуть позже. Кстати говоря, на тему, как считать, сколько нам нужно купить кирпичей. Я не знаю, может быть, печники знают там по площади, по объемам как-то подбирают. Мы с дедом математики, поэтому мы просто взяли ширину, высоту и толщину одного кирпича, прибавили там 4 мм на шов, и каждый ряд, сколько нам нужно в ряд положить, посчитали. Потом взяли высоту, посчитали, сколько будет рядов. И вот так вот каждую стеночку посчитали. У нас получилось, что облицовочных кирпичей, по-моему, 350. Ну, куда мне, 350, по-моему. Ну, вот, если будет что-то видно, не знаю. Ну, короче говоря, тут все нарисовано. 350 там с чем-то кирпичей облицовочных. По-моему, около 80 шамотных. И, по-моему, штук 70 или 90 обычного, не знаю, как он называется, силиката, не силиката, вообще обычный какой-то дешевый кирпич, которым будем там прокладывать в не видно, в местах, где не видно, так скажем. Где жалко тратить шамотный, где жалко тратить дорогой облицовочный. Будем что-то, в общем-то, такое покупать. Вот так вот, два математика, поехали за материалами, за кирпичом. Так что, что из этого получится, как вернемся из магазина, расскажу. Леруа Мерлен нас слегка подвели. Кирпича нету, смеси нету, вообще нихрена нету. Поэтому в Леруа купили пока только по мелочи. Шпатели, всякие рубероиды, ну и всякую там разную шнягу, диски отрезные. Ну, изоленты это нам для других целей. Так что, Леруа Мерлен, мы поехали дальше. В кляну ожидаемо не оказалось кирпича вообще, ну, по крайней мере, коричневого нету. Так что мы поменяли машину, взяли большой маленький джипчик, пересели на Outlander и поехали. В Зеленоград, в Зеленоградском Леруа, по крайней мере, на сайте, числится в наличии полторы тысячи штук коричневого кирпича. Мы пытались дозвониться, чтобы узнать, действительно ли это так. Но до Леруа дозвониться не получилось. Так что, на свой страх и риск, едем купить хотя бы 150 штучек коричневого кирпича. Потому что желтенький можно купить и в кляну. Но лучше, конечно, в одно место, чтобы был один завод. Так что начнем пока мучить зеленоградский Леруа Берли. Но главный секрет успешных покупок, это брать с собой человека в галстук. Шамотный кирпич дорогой. И он любит, когда к нему такое внимательное, такое VIP-обслуживание. Так у нас дедушка с галстучки берет кирпичик и каждый аккуратненько закладывает свой лент, чтобы пиджачок не испащий, чтобы все было красиво-красиво. У нас приехала хозяйка. Хозяйка приехала. Привет! Мы тут потихонечку строим печку. Я приехала с инспекцией строителей. Сейчас буду проверять. Пока нам выдалась небольшая пауза, давайте я вам расскажу, что я успел закупить перед началом моего строительства. Ну, самое главное, это кирпич. Кирпич я купил четырех видов. Два вида облицовочного. Это коричневый и цвет слоновой кости, такой светленький. Столкнулся с проблемами. Во-первых, мало где я смог найти. Еще проблема Лерой Мерлен. По крайней мере, там уж точно столкнулся, что ценники на витрине и ценники в их интернет-магазине разные. И когда берете кирпич, приходите на кассу, то пробивается по умолчанию цена, которая написана в интернете. И в нашем случае оба кирпича, которые я купил в интернет-магазине, стоили дороже, чем ценник на витрине. Пришлось фотографировать ценник и на кассе говорить, ребят, вот у вас ценник стоит такой-то, они сразу, ой, да-да, переделаем. Так что эти вещи надо проверять. Но слышал я много, что торговые центры этим грешат. Вот Леруа Мерлен лично я поймал на двух кирпичах. Однозначно совершенно. Коричневый кирпич мне обошелся 31 рубль за штуку. Слоновая кость 18 рублей за штуку. Также закуплен шамотный кирпич. Из него мы будем делать саму топку. Шамотный кирпич класс ПБ5. 51 рубль, тоже в Леруа. И так назовем его, ну, некрасивый кирпич, сейчас как он называется, обычный кирпич, который мы будем где-то подкладывать, где-то какие-то стеночки делать, которые никому не видно. Он мне обошелся по 14 рублей за кирпичик. И это такая цена с самовывозом. То есть никаких доставок. Мы сами все на дедушке Маутлендере возили. Дальше, ну, смесь. Значит, класть я буду на кладочную смесь М200. Купил несколько мешков шамотной глины. Какой-то модный Таракот, фирма Таракот. Жаропрочность там 1700 градусов. Все советуют, ну, на рынках, по крайней мере, советуют класть на нее. Купил дверки, ну, дверку для топки поддувала. Какой-то наш, недорогой. Там дверка что-то в районе 3000, поддувала там 1500, ну, примерно что-то такое. И гордость, конечно, это плита, на которой будет ставиться казан. Она мне обошлась в 14 тысяч. Суть ее в том, что размер 600 на 600, а отверстие под казан, диаметр самый большой, 480. Это, по-моему, 20 или 22-литровый казан должен вылезать. Ну, строим как бы один раз, поэтому хочешь маленький казан ставить, ну, а большой, чтобы иметь возможность ставить самый большой казан. Также я купил базальтовый лист. Это такая теплоизоляция. Будем им отгораживать топку из шамотного кирпича от облицовочного. Ну, это чугунная, я не помню, как называется, решеточка вниз топки, через которую туда пепел просыпается вниз, не помню, как она называется. Уголок 3 метра, 4 на 4. Это для усиления каких-то конструкций, где кирпич как бы висит над дверками и так далее. Что же я еще купил? Ведро, в котором буду разводить смесь. А, ну и что-то типа рубероида. Фирма Техниколь, ну, какое-то подобие рубероида, более модное, которое там чуть потолще и не рвется, какой-то там целлофанчик внутри. В общем, какая-то такая фигня. Ну, вот вроде и все. Для того, чтобы начать, вроде у меня все есть. Так что сейчас раскладываем первый ряд и начнем. Первое, что мы будем разбирать, это, точнее, даже не первое, наверное, единственное, что из второго мы здесь сломаем, это балясины мешаются и столб вот этот. Вот этот столб остается, а балясины и столб ближней к печке нам мешают. Иначе у нас не влезает печка под большой 20-литровый казан. Плита не влезает, поэтому балясины убираем и строим нашу печку в самый край. Немножко столкнулись с трудностью. Когда разобрали перила, увидели, что у нас немножечко подгнили основные бревна. 15 на 15 брусь, который лежит на бетонном фундаменте. Соответственно, кто смотрит и думает, что это они кладут на деревяшку, ну, кладем на деревяшку, но под деревяшкой идет бетон, а бетонные столбы, а на бетонных столбах лежат брусьи 150 на 150. Поэтому на этих брусьях и будет храниться. Тут много их лежит поперек. Основная печка лежит на больших брусьях. В общем, столкнулись с тем, что подгнил крайний. Сейчас мы быстренько заменим, положим два новых бруса. Сейчас девушка вон там прокрашивает. В общем, такие сейчас небольшие подготовительные работы. И начнем уже расстилать, подготавливаться кладки кирпича потихонечку. Комары так затрахивают. Я сразу извиняюсь, что я сейчас как 13-летний подросток, вся морда в прыщах, меня искусали дико просто. Поэтому подготавливаемся антикомаринным средством и идем раскладывать первый ряд кирпича на нашей подготовленной площадочке. В общем, выстраиваем первый ряд, так скажем, фундамент печки. Первый ряд уложен. Потратил я примерно 4 часа. Первый раз в жизни. Надеюсь, будет немножко ускоряться. В общем, вот так вот. Не знаю, может быть не очень красиво пока. Надо руку набить. Ну вот облицовочный лежит по периметру. И две перегородки из некрасивого обычного кирпича. Потом вот здесь уложим первый ряд обычный, тоже дешевый кирпич. А дальше пойдет уже под поддув шамотный. Ну и потом вся камера из шамотного кирпича. Будет двухцветно. Углы пойдут красивенькие, такие темно-светлые, темно-светлые. В общем, будем смотреть. Первый ряд готов. Первый день стройки. Будем засекать за сколько дней мы это построим. Идет второй день стройки. Второй день кладки. Я выложил два ряда. И вот сейчас начал заниматься подложкой под печку. То есть выкладываю... Ну сейчас здесь порежу еще маленькие кусочки. Выкладываю из обычного дешевого кирпича первый ряд. После второго ряда вот здесь пойдет поддувало. Соответственно здесь ляжет несколько шамотных кирпичей вторым рядом. И вокруг еще тоже будет обычный. Ну а дальше, начиная с третьего ряда, уже пойдет у нас здесь внутри шамотного кирпича печка. Ну в общем, параллельно я печку делаю на ряд меньше. То есть два положил вокруг. Первый ряд печки. Потом третий положу вокруг. Второй ряд печки. Печку буду делать на минус один ряд, так скажем. Вот так вот я собрал дно под печкой. То есть тут цельные кирпичи дешевые. По углам какие-то я вставочки наставлял. Ну все, вот такая получилась конструкция. Уберем вот это вот. Вот так вот. То есть дно, на которое пойдет уже потихонечку шамоточка. Вот где-то здесь, вместо этого кирпича примерно, здесь будет поддувал у нас. Примерно вот так вот. То есть с третьего ряда пойдет поддувало. Ну немножечко уже так третий ряд так начал, уголки вывел. Но пока я здесь собираю печку, кладу печку, другая наша бригада собирает качели. Пойдем посмотрим. Дорогие друзья, как думаете, что у нас быстрее, качели будут или печка? Качели. Качели. Качели? Да. Мы их уже собрали. Есть такая, Вель? У вас КПД больше, чем у меня? Да. Конечно, у вас трое, я один. А если бы мы вторая печку делали бы? Тогда печка. А если бы мы по вечерам еще вот там вот волейбол будем гонять, то печку я буду месяц делать? Да. Скорее всего. Плохо. Привет. Начинается третий день кладки. И с самого утра столкнулись проблемы. Если помните, вчера я уже выложил первое окошко для поддувала. Там должна быть дверка. Взял дверку вот такую вот, купил. Сегодня с утра ее открыл в упаковке. Смотрю, что вот в этих углах, вот здесь вот, нету отверстий для проволочки. Чтобы здесь вот так накрутить проволоку и уложить ее в швы, в вкладку, чтобы держалась. Потому что эта вещь на растворе, ну я что-то как-то не очень доверяю этому. Поэтому пришлось взять дрель и сделать раз, два, три, четыре отверстия, чтобы потом сюда сейчас ставим проволочку, так замотаем и начну потихонечку укрепить эту дверку. Так, пришло время крепить дверку. Я уже сделал четвертый ряд, положил внешний. Соответственно, как четвертый с окошком под дверку. То есть, начиная со второго, у меня идет дверка для этого, для поддува и для выгреба пепла под печкой. Вот, выглядит это следующим образом. Видели, я, значит, накрутил проволочку, вот делал отверстие в дверке, накрутил четыре проволочки, две вниз, две вверх и крепить буду на проволоках. Буду сейчас заводить ее в стяжку. Вот смотрите, как это выглядит в самой печке у меня. Вот здесь получается у меня дверка, и вот так вот сверху, вот они, эти проволочки, вот верхние уйдут в вкладку, а вот нижние выглядят вот так. То есть, вот я загнул и увел вот сюда, здесь сейчас я, значит, на раствор, и вот в эту сторону тоже, вот она, нижняя уходит, и уходит здесь сейчас, и вот растворчиком и кирпичом прижму, и вот получается на четырех таких проволочках у меня будет держаться дверка. Это уже лежит шамотный кирпичок для угольков, и вот так вот у нас будет стоять дверка для поддува. Дверка установлена, и сейчас вот через такой уголок, и здесь вот есть у дверки вот они пазики, сейчас пойдет верхний ряд, который как бы закрепит уже дверку окончательно, ну и завтра еще вот верхние, верхние вот эти вот мои закруточки тоже прижмем кирпичиком. Перекрыл кирпичик над дверкой, вот так вот на уголок, и положил, смотрится нормально, но тяжело, скажу вам, тяжело работать, когда вот такое количество зрителей сидит. Мы пришли с проверкой, все делается по ГОСТу, поэтому плов будет замечательный, приходите. Это если я позову. Так что идет какой-то четвертый день кладки у меня, да, четвертый день кладки, пятый ряд фасада начат. Денек заканчивается, солнышко село, второй футбол закончился, через минут, через 40 минут начинается 10-ти часовой матч. Сегодня играет Франция, Германия, пропустить нельзя, обязательно идем смотреть. А я хочу сказать, что до третьего ряда я клал по ниточке, ниточка это не мое, терпеть не могу, не понимаю этого. Вот, начиная с четвертого ряда я перешел на лазерный уровень, вот такой вот у меня уровень лазерный, вот сейчас он моргнет, вот так вот. Вот, и вот так вот выглядит картинка в печке, когда светит уровень, вот если интересно. Вот, видно, наверное. Красотища, просто красотища. Фантастик, космос. Так, 16 июня, 15 часов 20 минут, от работы кони дохнут. Через 40 минут Россия и Финляндия, футбол, чемпионат Европы. Так что немножечко плаваем, немножечко плаваем и готовимся смотреть футбол, болеть за нашим. Вот так вот работать можно. Положил кирпичик, скупался, посмотрел футбол, выкуп пивка и пошел дальше класть. Немножечко, конечно, растет время изготовления печки, но зато кайфу больше. Всем советую летом делать бассейны. Класс, на улице 27-28, водичка там 23-24, шикарно. Так, у нас интересный момент. Я подошел ко дну печки. Вот это вот три кирпича на три кирпича получается такая, как бы, с учетом внешних стенок, дно печки. Сейчас вот буду в шамотном кирпиче. Вот туда видно, там два этажа, как сказать, подзольный язык называется, в общем, это где поддув. И дальше теперь мне нужно вот так вот в этих кирпичиках вырезать 3 сантиметра площадочку, чтобы у меня висела эта решеточка на дне. Сейчас пойду вот так вот разметил, как это делать. Пойду сейчас выпиливать, покажу, что получится зато. Вот так вот я все вырезал. Получаются вот здесь вот такие вот пазики. В шамотном кирпичике вот таким пазом вырезал. Просто обычной болгаркой, циркуляркой. И вот сюда вот эта решеточка так вот ложится. Ну, а здесь что делать? Неохота была возиться, уж особо не умею я так выпиливать такие тоненькие кусочки. В общем, вот такое получается дно у печки. Сейчас будем на шамотный раствор его сажать. Термо, 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 термо. Такая вот вигня. Таракот, мартель огнеупорный, 1780 градусов. У нас тут непредвиденные обстоятельства. Нас завтра пригласили на день рождения в лес с палатками на 3 дня. Так что сегодня у меня нужно сделать определенный план мой. И дальше мы на 3 дня уезжаем в лес тусить, отдыхать. Так что есть небольшие паузы в строительстве. Вот что я сделал? Я сделал... Ну, дошел. Раз, два, три, четыре, пять. Здесь у меня будет... Уже пойдет дверка. Сейчас я начну вязать прутики, чтобы уводить ее вот в швы. Закреплять. Вот как-то так уже есть красивое дно в печке. Несколько камушков этот переложил. Ну, в целом, как бы вот... Вот так вот сделано, даже уже вон один рядочек положил в самой печке. Рук уже не чувствую, но уже нарисовывается определенная красота. Кирпичей осталось не так много. Некоторые даже я уже... Те, которые я кладу в этих самых... В промежутках, ну, такие внутренние стенки. Даже съездил, подкупил. Съездил, подкупил смесь и шамотную, и обычную М200. Ну, в общем, процесс идет. Сегодня... Сегодня у нас 17 января. Это, по-моему, пятый или шестой день моей кладки. Ну, кирпичик еще есть. Вот тут. Он так накрыт. В общем, материалы есть. Времени нет. Ну, а к следующему воскресенью, я думаю, по крайней мере, до верха доведу. Не знаю, уже успею сверху плитку сделать или нет. Но так, в принципе, у меня в планах так, что сегодня я доделаю седьмой ряд, чтобы дед мне начал строить эту... Как ее называют? Опалубку для моего пролета, вот где дровница. Вот сюда вот. Вот. Вот это у меня здесь сейчас раз-два. два, три, четыре, пять, шесть рядов. Вот еще седьмой ряд здесь будет светлый. И потом восьмым рядом пойдет вот здесь вот перекрытие. Вот хочу сегодня доделать седьмой ряд, чтобы дед сделал вот здесь вот мне такую опалубку. И я потом на арматурах и на уголке положу ряд, который будет, так сказать, висеть. В общем, вот такие у нас сейчас темпы строительства. Я накрутил эти, как их назвать правильно, проволочки на дверку, вниз и вверх. И сейчас их будем в вкладку закладывать. То есть ставлю дверку и проволочкой увожу в вкладки в мои перегородки. И перегородку заложу смесью, и так будет дверка держаться на века. Вот так вот красиво дверочка у нас. Вот так вот она будет открываться. И туда будем забрасывать дровишки, чтобы все у нас горело и готовилось. На сегодня рабочий день окончен. Время 9 часов 20 минут вечера. Хорошо, светло, такие белые ночи у нас тут. Ну, в общем, что я сделал? Я сделал седьмой ряд. Этот ряд последний перед восьмым рядом. А восьмой ряд будет соединяться левая часть с правой частью. Дровница будет под восьмым рядом. Соответственно, я уезжаю с палаточкой тут на пару дней погулять, поквасить. А дедушке дал задание вот здесь вот собрать мне опалубку. Вот здесь. Соответственно, он сделает мне опалубку, и я, когда приеду, уже буду класть восьмой ряд. Он будет висеть у нас как бы в воздухе. Вот такие результаты восьмого дня. Дверка закреплена, нижние мои проволочки уже лежат вот под этим кирпичом, под этим и под тем красным. Нет, он там. Вот этот. Вот этот красный кирпич под ним. Ну, а верхние пока просто вот так вот прижаты, будут уходить тоже сюда в кладку. Вот. В общем, дверка подбывала, стоит. Сама дверка стоит. Первый ряд печки тоже уже частично лежит. Вот. Оставляем все это дело сохнуть и отправляемся на... Отправляемся на Сабантуй. К сожалению, отказаться мы не можем. Поэтому поедем попразднуем. Немножечко отдохнуть надо. На самом деле усталость уже довольно сильная. Так что до встречи. Через пару-тройку дней вернусь. Продолжим работать. Друзья, три дня мы провели в лесах. Стройки не было. Сегодня вернулись к строительству. Вот, в общем, сделал... Положил два ряда. Самое главное, как говорил, вот тут дедушка сделал мне опалубку такую и на нее положил уже вот два ряда. Один темненький, другой светленький. Но, к сожалению, дела у меня идут очень медленно. А почему они тут медленно? Да потому что вся эта банда опять здесь. Я не могу. Я только пытаюсь что-то сделать, а они садятся. Кто-то вот на пироль наливает. У кого-то вот там светленький. Дедушка притащил вон чипсы, пиво. Ну, как вот с этой бандой можно работать? Никаких дел. Я же не могу. Они сидят, пять человек, а я здесь, значит, раком на клади печку. Все, я все бросил. Мы скоро искупались. И вот присоединились к этому замечательному стану. Все, нашу пьянь разогнал. Продолжаем работать. Давайте теперь поподробнее расскажу, чего я тут наваял. Значит, то, о чем вчера я говорил. Вот здесь у меня, там, где пролет 4 кирпича, ну, там в 3-4 кирпича, здесь вот на эту опалубку, вот сюда вот, я положил уголок, четверку, и две арматориные десятки. Вот здесь вот в этом шве они лежат. Я не знаю, ну, снимать буду в самом конце опалубку. Надеюсь, кладка, ну, надеюсь, вот этот вот цемент не обвалится. Ну, обвалится, не судьба. Вот, соответственно, лежит сейчас 9 рядов. Получается 10 и 11. И все, и подходим, и в 0, практически в 0 к этой плите. По проекту было 12, но вот с учетом широких швов получился 11 рядов. Дальше топка. Во-первых, и по периметру всю топку я обкладываю вот таким вот противопожарным листом. То есть делаю здесь зазор, сантиметр, и в него укладываю вот так вот здесь. С этой стороны, соответственно, сзади. Ну, и здесь вот спереди тоже, как сказать, здесь вот будет. Так, здесь для трубы уже предпоследний ряд. Вот я выпилил вот этот вот полукруг, и выпилил два полукруга в следующем ряду. Сейчас высохнет, будем класть. Соответственно, топка получилась, сама топка, 6 кирпичей по высоте. Раз, два, три. Вот этот лежит четвертый полукруг, пятый и шестой будет цельный. Вот, топка у нас идет квадратная, 48. Вот так 48, и так 48. То есть, ну, как бы ширина, ну, квадрат, что-то говорить. 48 на 48. Потому что плита, которая будет лежать сверху, она 60. То есть, она примерно вот так вот будет лежать. А когда снимаешь самый большой блин, то у него диаметр 48. То есть, чтобы большой казан не касался. Даже, наверное, последний ряд я еще положу вот так вот в сантиметрике, чтобы дать запасик под казан. Вот, дверка установлена, поддувала установлена. Ну, сейчас пока здесь все фасадом занимаюсь. Там сзади, конечно, всего лежит пока раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь рядов. Но это потом доложим. Вот. Вот здесь вот сцепка у меня идет. То есть, здесь один ряд входит, второй как бы встык. И так вот через ряд я сцепляю здесь и с этой стороны то же самое. Вот. Надеюсь сегодня сделать, как бы сказать, вывод трубы. Не знаю, может быть здесь еще ряд положу на фасаде, но поэтому пока не уверен. Главное сегодня с печкой разобраться. Работаем. Я закончил стопкой. Вот получился, вот это у нас уровень будет уходить вот сюда. То есть, вот этот уровень вместе со старой столешницей. Вот. Таким образом. Внутри уже вставил трубу, выпилил болгаркой в шамотке. В общем, круг. Обложил трубу со всех сторон, ну, по периметру. Вот такой вот газальтовый лист, он называется, с фольгированной. То есть, вырезал вот так вот полосочку и обернул трубу. И вот с обратной стороны, вот что получается. Вот так вот. То есть, вот вырезал круг. Там все, естественно, на шамотке. Вот. И, в общем, сейчас буду закладывать вот этот ряд декоративный. И вот так вот получается у меня со всех сторон топка будет закрыта базальтовым листом. То есть, вот перегородчик, стенка. И вот все закрыто, закрыто, закрыто. Таким вот образом. Вот так получилось довольно аккуратно. Вон там, видишь, шамотка торчит. Вот. Туда заглядывать не будем. Вот таким вот образом получается. Вчера купил вот сюда вот раковину. Здесь единственное, по раковине будет этот кирпич немножко подпилить. Таких узеньких раковин что-то я не нашел здесь в плену. Вот. Вот здесь вот в топке, не знаю, будет держаться или нет, вот эти кирпичи висят без всего. То есть, почитал, что металл нельзя в топку, то есть, уголок не стал использовать. Соответственно, положил вот этот ряд и сразу на него следующий. Ну, надеюсь, будет держаться. В общем, получилась такая вот огромная у меня топка. Семь этажей. Вот трубу тоже все обмазал. Соответственно, там базальтовый лист и шамотка. Шамотная глина. Дело движется к своей завершающей стадии, связанной с кладкой кирпича. Я уже положил плиту. Вот так вот лежит плита казанная. Ну, это, неважно, это рабочий процесс. Вот. Таким образом получается у нас стадия какого-то дня стройки. В общем, дверки зафиксированы у меня вкладки вот здесь. Ну, там, в нижнем кирпиче висят. То есть, вот это вот уходит оттуда. А, нет. Стоп. Это я еще забыл закрепить. Сейчас будем закреплять. А правая ручка уходит туда вкладку. Вот такая вот большая получилась печь. Открываем. И там вот ничего не видно. Там, в общем, топки. Труба, труба. О, труба. Так что процесс идет. Вот, надеюсь, через пару дней выйдем на уровень. Уровень у нас вот он. Вот так вот под старый, под старый мангал заходим. Труба. Вот я показывал, как я выводил в шамоте. Вот так вот я вкладываю ее этим листом. Заблотый базальтовым листом. И вот вырезал кирпичик здесь. Вот. И еще сверху. Соответственно, наверное, будет вот так кирпич. И еще на верхнем. Если вы заметили, на видео не было ни одного кирпичика, который я клал вот этими ручками. Я вам показывал только. Вот сделал ряд, сделал второй, сделал третий. А чтобы я клал кирпич, я вам не показывал. Они все не просто так. У меня есть помощник. Настенька. И вот она сейчас вам покажет. Мастер-класс. Мастер-класс. Как надо класть кирпич. Кто работает за еду, в июне 2021 работает за бассейн. Вот сейчас я положу кирпичик и занырну. И пойду купаться, да? Да. Тут, Настя, конечно, шутит. Настя просто хочет оставить свою память. Свой след в этом прекрасном масштабном мероприятии. Поэтому вот я и оставил одно местечко. Вот этот вот предпоследний ряд, это будет самый правый белый кирпичик. Верхний ряд у нас будет коричневый. Зафиксировали. Твой будет самый правый. Все. Ну, бери раствор. Перчатки новые. Много-много прям. Давайте подниму. Вот, держать. Меня? Что еще? Нет. Аплодисменты. Нет, я особо не размазываю. Да, не надо? Накладывай кученьку. Еще больше слой. Не жалей. Все, что ты делаешь. У меня прям сердце колокочет. Аплодисменты. Отлично. Отлично. Так, надо? Да, все, все. Мы сейчас туда подмажем. Все, берем кирпичик. Вровень включен у нас. Я, кстати, обратила внимание, что вот здесь он рифленый. Нет, из-за стороны, берем кирпичик. А здесь? Здесь, какой был самый красивый кирпичик. Ну, почти роман. Отлично. Не-не-не. Вот теперь вот этот молоточек. Так, теперь вот этот молоточек. Подожди. Ты его держи, чтобы он не уходил никуда. Вот, подожди. Краешки, краешки примерно, чтобы совпадали. Поехали. Сильнее, сильнее, сильнее. Страшно, сильнее. Сильнее, 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 сильнее. Там много. Зафиксировали. Мало. Берем быстренько раствор. Берем раствор. Подкладываю туда. Может, еще? Еще. Я не знаю, это специалист. Еще раз, богател таких нанимателей, работников. Леха. Таких нарядок. Вообще? Давай. Пару ударчиков. Чистим. Волосы мешают. Волосы мешают. Она закупает. Давай. Ну, а не, давай, давай. Еще, кажется, хорошо. Разрешил искупаться в бассейн. Ну, тебе виднее? Все, кажется. Аплодисменты. Аплодисменты. Вот эту. Эту давай прям пальцем вводи. И в ведро. И в ведро. А посмотрите, как ровно. Я не знаю, на видео виду уровень? Увиду уровень. Настя, два комментария. Приезжайте на плов. И сразу фоточка для социальных сетей. Вот видишь, как получается. Ой, блин. А делай, как я знаю. У нас есть фотограф. И есть модель для... Так? А зачем тебе так? Глина, чтобы было? А ты вообще знаешь, что когда фотографируют, камера сверху должна быть? Ну, девочки, это девочки. Да. Ой, ну кирпич, смотри, не заваливается. Все прям по уровню лежит. У тебя где, Настя? Тринберг. Все запомнили? Последний ряд самый правый кирпич. Следующий ряд уже пойдет коричневый. То есть самый верхний, самый правый белый кирпич. Это Настеньки. На дворе 26 июня. Вчера мы ездили в Москву. У нас Алинка закончила школу. Вчера был выпускной. Вручение аттестатов. В общем, немножечко отвлеклись от работы. Зато смотрите, у нас как зацвели розы. Вот я весь сейчас в розарии, в розарии, в розарии. То есть печка печкой, а тут у нас розы зацвели. Вот еще, смотрите, дедушкины розы вот такие. Вот. Вот туда все пошли, 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 пошли розы. И вот наши эти розовые деревья. Отвлеклись немножко. Вот такие вот розовые деревья. Ну так вот, значит, вчера ездили в Москву. Праздновали мы выпускной. Окончание школы нашей старшей дочки. А тем временем, перед отъездом, я сделал последний ряд на фасаде. Сейчас давайте буду показывать. Вот. Выложил последний ряд на фасаде. И сейчас занимаюсь... Значит, здесь будет у нас такая столешница на уголках. То есть поставил уголки и перекрываю вот это вот пространство. Здесь раковина. И вот за раковиной у меня будет столешница. И еще только что выпилил последний кирпичик над печкой. Вот. Болгарочкой вот так вот сделал полукруг. И вот так вот закроем печку. Шамотная глина еще промажу, тоже круг. И на обычный раствор посажу. То есть получается, вот он наш фасад. Вот базальтовый лист с фольгой. И вот сама топка из шамотного кирпича. Вот такие у нас планы. Я подкупил плитку. Вот такую плитку. Керамогранит. Керамогранит, керамомарацци. Вот. Так вот это будет. Здесь будет лежать у нас плитка. Ну, понятно, что не так. Понятно, что вот так. Вот так вот будет накладываться плитка. Вчера связался с YouTube каналом Пламя. Это ребята, которых я смотрю. И на основании которых я выкладываю эту печку на их уроках. Вот. Связался. Задавлен из своих вопросов. Мне с большим удовольствием ответили. Все рассказали. Все мои вопросы. Теперь у меня в голове уже есть решение этих вопросов. Вот. Поэтому, надеюсь, сегодня я закончу с кирпичом. И перейду уже к оформлению столешницы. Вот. Столешница будет следующего раза сделана. То есть, вот старый мангал. Вот это старый кирпич. Это немецкий заставленный. Вот мой новый. То есть, я убираю сам мангал. Вот эту чугунину. И плиткой, плиткой закладываю всю, 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 всю. Всю эту столешницу выкладываю плиткой. И потом обратно возвращаю этот чугун. То есть, соответственно, вот этого кирпича старого, его уже видно не будет. То есть, будет все единой, единой плитой здесь так вот выложено. Здесь у меня, ну, это не смотрите, это просто подпорки. То есть, вот два последних ряда. А здесь пролет, это будет дверка. Дедушка уже занят производством дверки. Дверка будет вот по такому принципу сделана, как у колодца. Вот из такого блок-хауса. И как бы ее отсюда не видно, а с фасада. А с этого бока, вот у нас здесь будет красивая-красивая дверка. Каменчик потихонечку заканчивает. Уже у меня тут идут последние ряды. Пойдемте посмотрим. У меня там плотник начал делать дверки. Ну, дверку, которая показывал. Будет с торца под раковиной. Вот, товарищ, дедушка Анатолий у нас занимается производством дверей. У нас четко распределены обязанности. Я занимаюсь камнем, дед занимается деревом. Вот из блок-хауса готов. Вот, когда дедуля будет, ты знаешь, блок-хаус собирать, собирать, собирать. И потом все это превратится в прекрасную деревяшечку. Примерно вот так. Вот так вот это складывается. Пазик в пазик. Пазик в пазик и будет дверка. Вот из таких пяти штучек. Три длинненькие, три широких и по краям две усеченные. Вот такой подряд работает. Так, очередной глобальный этап я закончил с кирпичом. Все, кладка, так называемая, закончилась. Вот этот кирпичик у нас получился самый последний. Такой вот крайний-крайний кирпич. В общем, получается следующим образом у нас. Стеночка вот в сантиметре старого мангала. Здесь сейчас будет сверху ласцеплитка. В общем, стенка. Здесь у нас пятисантиметровая щель такая получилась. Ну, она по плану и так и была. Сверху заложил уголком пятеркой, чтобы здесь плитка у нас будет лежать. Вот. Соответственно, такая вот картинка. Дровница. Я еще не снимал опалубку, но, наверное, сегодня вечером сниму. Покажу, что из этого получится. То есть, вот эту деревянную опалубку надо будет вечером все убрать и посмотреть. Очень надеюсь, что вот этот цемент, вверху который, не упадет. Мне сказали, что если раствор я сделал правильный, то ничего не упадет. Дверка. Ну, пока вы не смотрите. Тут у меня еще подпорки. Сейчас все буду делать. Дверка. Поддувало. Сейчас буду все чистить. Дальше идет топка, так называемая печка сама. Плита. Плита под большой казан. Такая вот. Сейчас порядочко идут. Сюда сейчас вставлю базальтовый лист. С трех сторон стоит. Здесь оставил на потом, в конце его. Вот так вот засуну его там здесь, подправлю. Отверстие под раковину. Сейчас я вам покажу раковина. Вот такая вот маленькая. По-моему, 48 на 48, что ли. Или 43 на 38 на 38. Вот так вот будет здесь стоять раковина. Помыли ручку, ручки. Помыли мяско. И в казанчик. Здесь, ну, так называемую, столешница. То есть, просто будет только пространство. В принципе, здесь подойти вот так вот можно будет. Возможно, что-то порезать. Я сначала думал раковину сюда унести. Но это не совсем правильно. Потому что, ну-ка, основная зона здесь. Мясо там насадили. Что-то здесь приготовили. Вроде как подошли, ополоснули. Так вроде удобнее. Поэтому раковину сделали сюда, вот ближе к этому краю. А здесь, ну, вот сюда можно подойти всегда. И что-то там. Геометрия такая. Такой проект. Помните, я говорил в начале видео, что что будет. То, что у меня было в голове тогда и что получится. Вот, вот этого момента у меня вообще в голове не было. Оставлял место под раковину, под столешницу. Как будет расположено. Вот, получилось вот так. Все, сейчас плита еще не закреплена. Сейчас я ее снимаю. Топочку всю почищу. Все швы там почищу. Порядок на виду. И сегодня, наверное, мы сделаем первое поджигание. Бумажку. Посмотрим, что стягивает. Трубу сейчас подниму. Ну, она выведена просто. Уголочек подниму. Вот. Это вот лежит шамот. Это как раз держит наш главный кирпич, который я сегодня положил над трубой. Ну, в общем, вот такие вот у нас. Такой прогресс. Я очень доволен. Очень устал, но очень доволен. Я не ожидал, что я смогу. Вот этими ручками каждый кирпичик. В конце видео я вам расскажу, сколько у меня ушло кирпичей. Сколько раствора, сколько чего. В общем, все возможно. И, в принципе, могу сказать так, если не какие-то наши все постоянные мероприятия, за две недели возможно сделать одному. Я один. Раствор помешал. Кирпич принес. Кирпич попилил. Вот. Вот этот кирпичик у нас положил Настя. И последние ряды мне очень помогает моя Наташенька. А плитку мы с ним и укладем вместе. Как обычно, муж-красавец делает всю чистую работу. А кто потом за всеми убирается? Наталья Семеновна. Так вот тут залезаем и вытаскиваем всякие разные отходы производства. Вот уже сколько вытащила. А вот здесь что подувало? Что там с нами? Ну, тут еще только самое начало. Тут сейчас вот это вот все надо выгребать. Сейчас вот мы будем с той стороны выгребать. Вот туда-туда вот так. Хоп, ныряешь. А потом вот хоп, вот так вот здесь. И вытаскиваешь. Вот вытаскиваешь. Вытаскиваешь. Ну, короче, и так далее. Наташка убрала топку. Я вставил, вот смотрите, как стоит базальтовый лист у меня в итоге. Вот во всех швах, во всех, во всех, во всех, во всех, по всему периметру отделяет шамотный кирпич. Вот облицовочный. Здесь вот впереди даже два, чтобы тепло не проходило наружу. То есть шамотный кирпич сам по себе, там эластичный, ладно, я не буду, теорий каких-то. В общем, шамотный кирпич, базальтовый лист вот такой с фольгой. И потом идет облицовочный кирпич. Вот таким пирогом здесь все вырезал. Вот у меня получился вот они, тоже этот базальтовый лист, он вот здесь вот. Возможно, чуть позже я чем-то здесь прикрою. Сразу не сделал, теперь не знаю, как это делать. Вот, все, плита, труба, вставил решетку, вот эта топка. Сейчас будем делать первый зажиг, поджиг, поджиг бумажки. Посмотрим, что у нас с тягой. Единственное, что эксперимент не совсем правильный, плита еще у нас не закреплена. Мы будем крепить, вот столько положим плитку, и уже тогда она будет полностью... Сейчас она просто лежит, то есть, ну, есть немножечко щелочек, немножко есть. Но, проверяем. Положил три газетки. Покажи. Вот они, три газетки. Зажигаю. Зажигаем и смотрим. Дымок, дымок, дымок. Давай, родной дымок. Давай в трубу, в трубу. Труба есть, труба есть. Закрываем. Закрываем, снимай трубу. Есть? Наверное, нахомнил. Вот. Да видно, наверное. Во, прям огонь. Пошел пепел. Внимание, здесь. Да. Ничего не дымит. Да, немножко дымит плита, но понятное дело, это потому, что еще не загрязана. Вокруг дверки ничего нет. И вот ветер, вон ветер вниз. Поддув это, наверное. В поддуве прямо эти, как их называются-то, пепелочек прям дует ветром. Тяга есть. Тяга есть. Ты довольна? Я очень. А я? А я безумно доволен. Это называется по-бразильской системе. Все, первый раз в жизни. И вам советую, если надо. Смотрим. Все, прогорело. Все, занимаемся укладкой плитки. Готовимся класть плитку. В общем, снял плиту и нарисовал себе вот линии. Внешняя линия это внешний периметр плиты, а внутренний это пази, которые внутри плиты. То есть плитка у меня должна доходить вот до внутренней линии. И тогда туда вниз завалится плита. То есть, короче, кладу плитку до внутренней линии. Вот так вот обрисовал себе все-все-все-все площадь топки, весь периметр топки. И, в общем, теперь тупо кладу плитку по внутренней линии. Положили плитку чуть-чуть совсем. Почему мы? Потому что я один плитку класть не взялся. Плитка у меня есть главный помощник Наталья Семеновна. Вот специалист по плитке. Смотрите, как бы красоту она сделала. Вот, то есть я сейчас, получается, обложил раковину и обложил по периметру весь плиту, которая будет в казанных плитах. Так как у меня отпуск закончился на завтра ехать на работу, сейчас я на шамоточку, вот сюда вот по периметру положу шамотную глину, положу плиту и оставлю на неделю это все дело сохнуть. Шамотную глину по периметру. Сейчас положим плиту, ну, что-то куда-то выдавится, лишнее уберем, на ней она будет хорошо держаться. С огнем будет все хорошо, ничего не будет трескаться. Дедуля, готов! Плита у нас, конечно, царская, тяжеленная. По одному ее не получается. Так, аккуратненько, аккуратненько, ну, кладем, 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 все, сейчас она под своим весом встанет, как ей надо. Все, сейчас сделаем ровненько, по уровню красота, не переживайте. И теперь на абсолютно выставленной по уровню плиту укладываем наши блины, чтобы они еще подавили массой помощник. Свои массы давили на шамотку, чтобы она засохла как следует. Так, пока Натурин может показать, какая красивая у нас плита. Ржавая, большая. Вот у нас казан пока только вот под этот диаметр. Большой, я бы даже сегодня в магазине не нашел, сегодня 12 литров был самый большой. А вот этот диаметр, это на 22 литра. Все. В таком состоянии я все оставляю на неделю, надо съездить немножечко поработать. Сейчас аккуратненько вот это все затрем, красивенько. Все. Ну что, удобно готовить, мне кажется? Да. Вам удобно было бы здесь готовить? Приезжайте. 30% продуктов, приготовленных нам, 70% ваши. Вуаля, мы приехали на дачу, прошла неделя. Пойдемте посмотрим, что здесь происходит, как моя печка, стоит или нет. Кстати говоря, у деда распустились розы. Давайте покажу. Вот так вот у нас тут все цветет. Так, пойдемте посмотрим, что у нас тут с печкой. Так, Трентюха. Трентюхи жарко. Пьет водичку. Ой, ты молодец. Молодец какой. Пей, пей, пей. Так. Ну, как там наша печка? Так, моя розочка. Алексей Анатольевич. Цветет и пахнет. Так, здесь у нас тоже все цветет. Бассейн закрыт. Так, ну что? Ничего не развалилось? Ничего не развалилось. Вот она, наша печка. Даже смотрю, влага из кирпича потихонечку выходит. И вот он, неприятный нюанс. Плита вся покрылась ржавчиной. Были дожди. Кто знает, что с этим делать? Чем ее красить, обрабатывать? Или лаком каким-нибудь, или красочкой? Напишите в комментариях, чем мне ее покрыть. Ну, а в целом... А, вот еще. Дедушка сделал дверь. Вот такая дверь у нас тут деревянная теперь. Открывается. И с доводчиком. Раз. И закрылась. Ну что ж. Сегодня мы продолжаем класть плитку. Эта плитка вся уже прекрасно застыла. Вот закладем там, за раковиной. И вот в эту сторону, туда, под мангал, нужно доложить. А еще у меня приехал мой казан. И не только. Надо будет съездить его получить в Клин. Но это мы будем делать, наверное, завтра. Обязательно покажу, чего я там купил. И на чем мы теперь здесь будем готовить. А кто у нас всегда порядок наводит, Анатоль? Мама. Мама. Папа пачкает. А мама убирается. Ну, шутки шутками. А мы сегодня уже до вечера положили всю плитку. Вот таким образом мы соединили, как я говорил. Помните, здесь лежал вот такой вот кирпич? Вот так вот выставлен. Все, теперь этого нету. Все едино. Вот получается такая вот единая, назовем ее, столешницей. Вот там вот будет стоять наш чугунный мангал. Здесь всякая трихомудия. Все. И вот так вот плитка, плитка, плитка. Ну, и там вы уже плитку видели. Ну, за раковиной вот здесь вот доложили тоже плитку. В общем, везде-везде-везде. Все, плитка у нас лежит. Вот здесь вот это ступенечки тоже положил. Две длинных плитки под дровницей. Так, Каташка красоту наведет. Все, и завтра, наверное, будем уже затирочку делать. Вот в таком состоянии мы заканчиваем наш сегодняшний день. Едем забирать наш заказной казан. Компания СДЭКа, представили смс-очку, что все уже приехало из Казани в Клин. Так что сейчас посмотрим, что там интереснее бы нам приехало. Так, приехали. Я надеюсь, все будет хорошо, и мы приехали туда, куда надо. У нас, как обычно, какие-то проблемы. Мы приехали не в тот СДЭК. Я не думал, что в Клину. Мы заказали на Ленинградском шоссе 88-й километр, а мы сейчас на Ленинградском шоссе 89-й километр. Ну ладно, вернемся на километр обратно, посмотрим. Забрались на территорию бывшего какого-то химкомбината или химзавода. Здесь есть тоже офис ДЭКа. Так что будем пробовать получить здесь. Код без маски запрещен, но ничего страшного. Все. Ух ты, бардак такой. Вот такие у нас подарочки от Кукмара. Сделано в России. Это казан, вот это. 18-литровый казанчик у нас теперь есть. Сейчас прием на дачу, посмотрим, что там в упаковке в такой. Коробка весит 15 килограмм. Поехали на дачу смотреть. Добрались до дачи. Так, первое. Казан, 18-литровый компания называется Кумара. Сделано в России. Кумара.com Ребята из Казани. Настоящие, как правильно назвать-то кто они? Казанщики. Нет. Кто Казаны-то? В общем, не узбеки, не таджики, а... Татары. Если из Казани, то татары. Да, татары. Бок и чугунная сковородка. Оттуда же. Вскрытие будет... Распаковка будет чуть позже. Дальше. Дальше. Очень важные вещи. Вы же видели, что у меня поржавел казан. Ой, не казан, а плита. А плита. Чтобы... Чтобы побороться с этим, сначала надо зачистить металлическими щетками. Золотой, а потом платиновый и медный. Чистим. Почистили. И дальше... Почистили. И дальше красим. Будем красить плиту. Аккуратнее. Края кисточкой, чтобы не забороть эту красоту. А там, где можно... Будем делать из баллона. Черная краска, 1200 градусов термо... Церта. А делают опять какие-то... Чуваки. Чуваки. Чувашская республика. Город Новочебоксарск. Вот нам привезли нам и такую краску. Так, дальше. Дальше Наташка купила ведро мусорное. А, вот смеситель такой понтовый купили. Называется локтевой. Потому что он... Почему локтевой? Да потому что его можно включить локтем. Что нам очень требуется именно на веранде. Когда руки грязные все. В соусах, пигаусах, в цементе, в говне, короче. С локтя включили. И помыли. Помыли руки. Так, дедуль, принимай. Здравствуйте, дорогие друзья. Принимаю. Так, под раковину. Ну, понятное дело, сифон с переливом. Наташка уже тут набрала всякие всячины. Вот таких досочек каких-то. Подстаканников под ферри и прочие фигни. Это все фигня. И дедуля, как всегда, у нас под сантехнику, под подвод. Вот это мне самое... Подвод от воды. Да, да, да. Вот это супер. Аккуратно красим. Не запачкаем плитку красивой кисточкой. Отлично. Все, пошли делать распаковку. Открываем наш казанчик. Больших денег, между прочим, стоит. Хоть Артем Михайлович на меня и ругался, что не надо покупать такой дорогой казан. Но под такую печь-то грех нет. О, ты тут смотри. Казан чугунный, литой, толстостенный. 18 литров. И, между прочим, эко-продукт. О, там красавчик. Так, где только рубку пирает. Так, ну, по-варварски, наверное, ножом. Огромный. Аккуратный, царапай. Крышка алюминиевая, специально. Так, мне важно. Тут где-то... О, есть. Черного цвета. Вот такая крышечка. Вот я говорил, у Кухмара обязательно на всех крышках, на всех посудинах, обязательно свой фирменный знак. Легкая крышка, легким движением руки. И получаем вот такой вот 15 килограмм. Он весит красивый 18-литровый казан. Ну, а как мы будем его обжигать, это в следующей серии. Смотрите, вот здесь вот будет ссылочка, как его обжигать. Тестовое перемещение казана в нашу печь. Смотрите, как мы с диаметром все подобрано. Идеально садится. Вот. Вот так вот. Ну, не надо обращать внимание на ржавый печь. Она через пару-тройку дней будет черненько покрашена. Красочку видели. Идеальный размер. Идеальный вес. Идеальный объем. Идеально ровный и красивый казан. Зачищаем ржавчину металлической щеточкой. Кто ржавчину, а кто плитку открыт. Наташка в это время плитку драет. Все сейчас зачистим и будем красить. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Закончили мы затирочкой швов. Покрасили плиту. И, как обычно, у нас все-таки не так просто. Мы уезжаем в Москву, потому что завтра у нас у дочки, у старшей, день рождения. Поэтому еще два дня опять минусы стройки. Завтра гульбаним. После завтра приходим в себя. Ну, давайте посмотрим. Вот так у нас получилась плитка. Плитку уже мы затерли. Все затиркой сделали. Сохнет. Вот здесь мы потом вернем на место наш мангал. Мангал. Плита. Подсказали мне, что нужно купить термокраску 1200 градусов. И, в общем, в три слоя я покрасил плиту. Покрасил все эти блины. Они лежат отдельно, сохнут. Ну, а до ракона дело не дошло. Пока. Сегодня съездили, все купили. Сливы, переливы и все дела. Вот так что вот эта красота теперь у нас будет сохнуть. Вот с такими руками я отправляюсь на день рождения к дочке. Вот. Осталось все ничего. В общем-то, я думаю, еще 2-3 денька. И будет официальное открытие нашей печки-казанки. Привет, дорогие друзья. Мы закончили праздновать Алинке день рождения. Закончились выпускные. Ульяшка у нас улетела в Крым. Ну, а мы приехали после всех этих праздников и проводов на дачу. Я закончил печку. Закрепили раковину, подвели воду, подвели слив. Затерли все затирочки. Плитку помыли. Кирпичики помыли. Пойдемте покажу, что в итоге у нас получилось. Мы сейчас красим синим цветом вот эту вот красную пипочку. Потому что здесь летний вариант. И горячая вода нам не нужна. А на кране, если нарисована красенькая пипочка, это означает что? Горячая вода. Да. А у нас нет горячей воды. Не перепутали. Мы это делаем. И поручено это самому ответственному человеку. Вот такая у нас есть кисточка. И сейчас мы будем исправлять недочеты производства, которые не подумали, что вообще-то бывают... Краны только для холодной воды. Да, только для холодной воды. Берем синенькую точечку. Из красненького делаем... Все, наверное, все ее синяю. Все ее одинаково. Думаете? Конечно. Вот таким образом получается законченный вариант. Вот, давайте отсюда смотреть. Ну, единственное, что бока я еще не сильно там отмывал. Получается у нас кирпич 11 рядов. Такая вот дровница. Здесь будет храниться дрова. Видимо шампура. Вот у меня перчаточки я уже положил. Сверху у нас лежит плитка керамогранит. На плитке стоит мангал. Не знаю, выдержит плитка, не выдержит. Вот это вот не потрескается здесь. Ну, потрескается, будем решать. Дальше идет у нас плита. Плита диаметр колец самый большой 48 сантиметров. Соответственно, 20-литровый казан сюда входит прямо, как доктор прописал. Дальше идет у нас топка и поддувало. Такое вот. Так вот там все уже зажигали, проверяли. И здесь у нас рапина помывочная. Тут еще не отерли, все только-только сделали. Русские производители клеют такой клей, что можно с ума сойти. Вода работает и холодная, и холодная. У обеих сторон холодная, так как отлетний вариант. Но, в принципе, подведено два крана, и поэтому можно, в принципе, со временем сделать и горячую воду. Слив уходит в септик. И с этой стороны у нас получается дверка. Дверку открываем. Там у нас, ну, пока одно ведерко, будет стоять два ведерка для раздельного мусора. Вот такую конструкцию я себе построил. Получилось 14 рабочих дней. Вот так вот это было. Вот так вот все получилось. Да, немножечко проект, который был вначале в голове, не дошел до конца. Были определенные изменения. И хочется вам немножко рассказать, чего я потратил и сколько. В деньгах, ну, суммарно у меня получилось в пределах 50 тысяч рублей. Но самое дорогое, конечно, это плита. Плита под казан. Вот эта, она толщиной 26 миллиметров, 60 на 60. Она стоила 15 тысяч рублей. А все остальное, это кирпичи, растворы, плитка, уголки, арматуры. Ну, в общем, там много всего дверки и так далее. Я купил 150 коричневых кирпичей. Единственное, что проект немножко изменился в процессе строительства. Соответственно, осталось. Вот из 150 у меня осталось порядка 30 кирпичей. 200 кирпичей желтых. Порядка 100 кирпичей разноцветных, самых дешевых, которые у меня на внутренних стенках. 94 шамотных кирпича. Осталось штучки две. Там какие-то треснули, какие-то нам не получилось выпилить. Это для самой топки. Плита, дверка, поддувало. Плитки я купил 3 квадратных метра. Осталось плитки 3-4. Затирка у меня получилась на эпоксидной основе. Потому что печка будет использоваться на улице. И зимой, и летом. В общем, она такая, даже термостойкая. Раствор М200, на который я клал кирпич, по-моему, 10 мешков. Клей для плитки 2 мешка 25-килограммовых. Ну и, в общем, может быть, я чего-то уже и не помню. В целом, дикое количество перчаток. Пару шпателей, 2 ведра, в котором все это разводил. В общем, что я хочу сказать. Если очень захотелось что-то вот такое себе сделать, не бойтесь. В принципе, сейчас 21 век, в Ютубе есть все. Как класть кирпич, как класть плитку, как затирать, как мыть, как чего. Единственное, что первые 4 ряда я сильно напачкал. Думал, что потом ототру. И только когда я начал класть 5-й ряд, у меня сосед, наш дядь Коль, подошел и говорит, слушай, а что ты просто положил кирпич, тряпочкой его не протираешь, мокрой, чтобы все смыть. В общем, начиная с 5-го ряда, у меня пошло все чистенько. Первые 4 ряда я потом отмывал, купил на рынке раствор. 5-литровая канистра стоит 1200 рублей, но я и потратил из нее грамм 100 всего. В общем, раствор для выведения цемента из кирпича. Разводим, кисточкой мажем, водичкой смываем. В общем, нижние ряды тоже отмыл. Так что не бойтесь, делайте, все прикольно. Я, кстати говоря, начал строить я в первый день чемпионата Европы по футболу 2020, который в 2021 году. И закончил я в последний день. То есть за время проведения всего чемпионата я все построил. Но, как вы помните, я отъезжал то на дни рождения, то в школу на выпускное, то еще куда-то. Я посчитал, реальных дней строительства у меня было 14 дней. То есть вот этот весь результат я сделал за 14 рабочих дней, но полноценно. То есть с 10 утра я приходил на стройку, и в 10 вечера я оттуда уходил. Все делал один, только в конце плитку мы клали с Наташкой вместе. А так все остальное, все можно сделать, в принципе, одному. Да, немножко устал, но ничего страшного. Спасибо большое, что досмотрели. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Это не обучающее видео, это видео о том, как я это делал. Возможно, там тысяча ошибок, не нужно критиковать, еще что-то делать. Подписывайтесь, будет еще интересное видео, как я что еще и что делаю. Следующее видео будет, как я обжигал казан. Потом, наверное, будет видео, как мы поедем прививаться и так далее. В общем, всех люблю, целую, спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь.